Доброго времени суток, дамы и господа, мы дождались патча 0.8.3. Это второе видео по патчу 0.8.3, первое уже есть на канале, и оно было про нового юнита Тарантула, поэтому в этом видео мы скипнем Тарантула и будем обсуждать все остальное, то что добавили и изменили в этом патче. Соответственно, наконец-то у меня есть патч-нот, наконец-то я могу его прочитать, наконец-то я могу его перевести и сказать, что я думаю по всему этому поводу. Итак, новый юнита Тарантула, мы уже его посмотрели, так сказать, ну кто не видел, посмотрите видос, он уже должен быть. Далее, новая музыка, я также сказал об этом уже, то что прошлая музыка была закопирайчена, и в первую очередь это позитивные изменения для меня и для тех, кто там стримит, выкладывает видосы на ютуб и тому подобное. Ютуб перестал ставить копирайт клеймы на видео, они ни на что не влияли, но все равно приятно. Далее, реконект, добавили реконект, не знаю как он работает, но теперь говорят, если вы вылетели из игры, вы можете переконнектиться в эту игру, круто, здорово, спасибо, давно пора было. Далее, система реплеев была вообще переработана, теперь можно выбрать раунд, который хотите посмотреть в реплее, и самое главное, можно одним нажатием кнопочки, ну почти одним, взять под контроль любую сторону в этом раунде, и поиграть этот самый раунд в качестве себя, например, или оппонента. Это будет очень полезно в тех случаях, когда вы проиграли, и вы думаете, что вы проиграли за фри юнитов, потому что, например, взяли не того фри юнита, вы можете сохранить реплей, переиграть этот же раунд, взять, например, другого фри юнита и посмотреть, что бы изменилось. Очень, очень супер полезная фича. Я бы, конечно, предпочел, чтобы вместо того, чтобы все это делать в системе реплеев, лучше бы добавили это в песочницу, чтобы можно было двигать юниты, например, или добавлять какие-то карточки, убавлять какие-то карточки, что-нибудь такое. Но хотя бы так, хотя бы так. Это очень, очень позитивное изменение, которое я давно ждал и очень хотел в этой игре, чтобы оно появилось. Я вообще супер-пупер рад этому. Ну, а дальше идут изменения баланса. Как я и говорил в видео с тарантулами, тарантулы теперь у нас являются стартовыми юнитами, то есть на первом раунде вы можете выбрать командира со стартовым набором из тарантулов. Тарантулы заменяют фениксов в стартовых юнитах, и фениксов больше нет в начале игры. Это супер-хорошо, опять же. То есть не нужно думать по поводу антиаира на первом раунде. И старты с фениксами были очень и очень сильными, как раз по той причине, что они слишком быстро набирали темп. Потому что, как правило, у оппонента нет антиаира. То есть, может быть, у него есть снайперы, но на этом все. То есть, ну, были мустанги еще, да. То есть есть еще старт с мустангами, который, к слову, теперь абсолютно бесполезен. Но фениксы были большой проблемой на первом раунде. То есть, ну, банально стартовать шариками и кролями, либо артой и кролями против фениксов было просто отвратительно. Нужно было три раунда кбекать в игру, и то, если повезет с фри-юнитами. Если не повезет, все, луз. Этого ситуации больше не будет в игре. Наконец-то. Супер-пупер. Вот, единственная моя претензия, это вот старт с мустангами. То есть, мустанги на первом раунде как раз были контроль к фениксам. Сейчас мустангов выносят в первых танки, во-вторых артиллерия, в-третьих аркалайты, и в-четвертых теперь еще выносят тарандулы. То есть, старт с мустангами теперь как будто бы стал абсолютно неиграбелен. И, пожалуйста, не берите его. Пожалуйста, его не берите. Как будто бы это автолуз. Это звучит как автолуз. Старт с мустангами. Вот. Стартов с мустангами, к счастью, всего лишь два. То есть, даже если вам выпали оба старта с мустангами, стартов в командирах, у вас все еще есть два варианта получше. Ну, они по-любому будут лучше. Они по-любому будут лучше. Так что, ну, типа. Далее. Юниты пошли. Фортерсы снизили им 3% здоровья. Бывает, увы. Далее. Рэнш Аир Баражев порезан на 10 метров. Не то чтобы сильное изменение, но приятное. Стоимость Барьера повышена с 300 до 400. Вот этого я не понимаю на самом деле, потому что как будто бы Барьер был окей, на мой взгляд. Но ладно. То есть, Барьер и так нёрфили. Ему снижали ХП очень много и тому подобное. И теперь ему повысили стоимость даже не до болтенника, а на сотню. Это стало, ну, просто кошмарно. Далее. Дабл-шот. Да, на фортерсах есть дабл-шот. Его стоимость снизили с 200 до 150. Возможно, мы больше увидим керри фортов теперь, чем саппорт фортов. То есть, да, это как будто бы... Разорабы хотят, чтобы мы играли керри фортами. То есть, не фортами с Барьером, спавном Фэнгов, антиаиром, вот этим всем. А фортов, у которых есть рейдж, перезарядка, дабл-шот там, например, и элитка. Чё-нибудь такое. Посмотрим, как это будет работать. Может нормально, может не очень. Я пока не знаю. Я не уверен. Далее. Вулкан. Уже ставший традицией баф на 3% атаки. И баф на скорость поворота, кстати говоря. Это очень хороший баф. То, чего не хватало вулкану, это... Ну, вулкан немного тормоз, откровенно говоря. И вот этот баф очень хороший. Намного лучше, чем 3% атаки каждый патч ему баф. Лучше бы реально повысили ему скорость поворота башни вокруг своей оси. И всё нормально. И было бы всё окей. Помимо этого, вулкану добавили... Ну, как... Типа, огонь распространяется на 25% быстрее теперь. Я не знаю, что это значит. Не очень понимаю. Ну, примерно понимаю, но не знаю, как это повлияет на игру. Хороший это баф или нет, сказать мне пока тяжело. Далее у нас идут изменения мельтинг-поинта. На 5% понизили здоровье. Снова. Далее. ЕМП наконец-то чуть-чуть занёрфили. Ещё раз. И теперь оно висит 8 секунд на оппонентах. Это прям здорово. Ну и ладно. На самом деле не особо. То есть звучит круто, но на деле, ну такое. То есть, короче, раньше АИР Бараж в старые добрые времена запускался каждые 13 секунд. И висел 13 секунд. Сейчас он запускается каждые 15 секунд. И висит 8 секунд на оппонентах. Вот. Это как бы на словах прикольно. Но на деле я не думаю, что это сильно что-то изменит. Потому что главная проблема АИР Баража в том, что он снимал с юнитов оппонента такие прикольные техи, как радиус атаки. И из-за этого юниты, которые били мельт, они переставали бить мельты. И вместо этого очень медленно ползли вперёд. Например, вражеские мельты. Или скорпионы. Или факторки. Что-то из этого. И лучшая контра против мельтинг-поинтов это шарики и фениксы. Вот два лучших мельтов против мельт. Фениксы, ну, всё ещё как бы у них всё плохо. Шарики нормально. Шарики были хорошим решением. Вот. И как бы, ну, типа. То есть, да. То, что EMP висит меньше, это приятно. Но, по сути, это EMP, вот, занижение длительности EMP поможет только юнитам, которые что-то спавнят, как по мне. То есть, фабрики, которые что-то производят. Спавн фэнгов на фортерсах. Либо спавн кролей на мельтах. Чё-то типа такого. То есть, техи вот такого плана, я думаю, будут чуть посильнее против мельтаспама. Но, как бы, мельтаспам был силён по причине того, что это мельтаспам. Потому что этих ракет с EMP было очень много. И то, что они там на сколько секунд, они... Да какая разница, сколько они там висят, эти EMP. Они сбивали много технологий, которые позволяли юнитам контрить мельты. То есть, даже там на 8 секунд, если вместо 13 секунд они будут отключаться, какая разница? То есть, этих ракет EMP слишком много. Если бы было занерфлено количество ракет, которые выпускаются, например, это было бы куда лучшим нерфом, как по мне, чем длительность EMP. Но, ладно, хотя бы это нерф. Хотя бы это нерф. Далее. Производство кролей на мельтах опять занерфили. Теперь оно каждые 36 секунд. Плевать. И далее очень интересная строчка. Есть на мельтах грейд, который даёт вампирик. И он увеличивал хп на 40%. Ну и давал вампирик. Недавно этот грейд бафали то, что стоимость его снизили до 200 суплая. Что очень дёшево. И теперь этот грейд опять забафали. И теперь он даёт не 40% хп, а 60%. Чё-то слишком сильно, как по мне. Он и так был очень хорош против спамов Ортурсов, например. Потом просто за счёт отхила. Он также хорошо справлялся... Ну, мельты с отхилом хорошо справлялись против фабрик. И теперь им дают дополнительное здоровье. Ещё плюс 20%. Ну, типа, ну такое себе. Я не согласен с этим. Это не есть хорошо. И далее у нас ещё одно очень странное изменение. То, что пяти луч теперь стоит не 250 монет, а 150. Тоже очень странное изменение, как по мне. Возможно, пяти луч плюс вампирик это будет новый билд на мельты. Например, при защите от пушей. Как будто бы это должно работать, как будто бы это должно хорошо работать. Да, у них будет мало радиуса, но зато они будут очень толстые. И это дёшево. Это банально дёшево. Это очень дёшево. Вместо чего брать пяти луч или вампирик? Вот тут я не знаю. То есть вместо производства кролей, либо вместо EMP... Наверное, вместо кролей. Наверное. Наверное, да. Ну, типа, не знаю, не знаю. Мельты бафать как будто бы не стоило, как по мне. Ну ладно, ладно. Осы. Вот тоже юнит, которого точно не стоило бафать, это осы. Им добавили хп. Плюс 9. Не процентов, а просто плюс 9. Но это баф. Я не знаю зачем. Не могу себе представить, по какой причине их бафнули. Также им бафнули хай-эксплозив фама, но кому не плевать. Фэнги дали им плюс 2 атаки. Просто плюс 2 атаки. Щит. Щит стал дороже. Щит стоил 450, теперь стоит 500. Это, наверное, самая дорогая технология в мехабелуме теперь. В принципе. Я не знаю зачем это сделали. Проблема щита была в том, что он либо был очень эффективный, либо его вообще не надо было качать. То есть, щит, он хорош против композиции юнитов, у которой нету хорошего ответа на фэнгов. Если в композиции нет хорошего ответа на фэнгах, то там и так, и так будут проблемы с клиром. И щит это технология, которая, если ты вот выигрываешь по клиру, ну по мясу плюс клиру, то ты выигрываешь еще больше. Но если как бы ситуация равная, либо если ты проигрываешь, то он как будто ничего и не делает. Потому что против фэнгов нужно ставить мустангов, нужно ставить артиллерию. И если у оппонента есть мустанги, либо артиллерия, щит не сделает ничего. Но если у оппонента нету ни того, ни другого, то фэнги и без щита справляются хорошо. Бафать им еще стоимость на полтинник, как будто бы такое себе. Может быть там на низких рейтингах, где челы пытаются законтрить фэнгов аркалайтами, это сделает какой-то импакт, несет. Но как по мне, довольно-таки странные изменения. Далее Ignite, просто привели ценник к остальным Ignite, то есть на Вулкане он 200 стоит, на Баджере он 200 стоит, теперь на фэнгах тоже он будет стоить 200. Ладно, окей. Overlord, изменили High Explosive M, кому не плевать. Slash Hammer, изменили пулю. Пулю я потестил в лобби в прошлом видео, и мне кажется это не очень изменение, как по мне. Раньше пуля давала 150% атаки, но резала перезарядку на 20% и стоила 200. Теперь пуля стоит 250, увеличивает атаку на 200%, но еще сильнее режет перезарядку. Короче, танки с пулей атакуют еще медленнее, но у них типа доп. урон. Может быть ДПС остался таким же, но тогда зачем делать эту теху на 50% с пулей дороже, я не очень понимаю, как по мне это такое себе. Но, может быть, танки, керри танки, может быть, будут чуть посильнее. Может быть. Но я не уверен. Возможно, этот апгрейд, кстати говоря, изменен был с той мыслью, что керри танки не нуждаются в дополнительном клире. То есть, может быть, арта с огнем, но по сути танки сами справлялись со всем, потому что у них был рейндж и мех рейдж. Может быть, из-за этого изменили эту технологию, я не знаю. Арклайтам мертвый чардж-шот сделали в скидку, теперь он стоит 200 с уплая, но все еще мертвый апгрейд, как по мне. Ну, то есть, ассалт марксманы показали себя намного лучше против шариков, чем чардж-шот на арклайте, поэтому я не знаю. Ну, я не знаю, я не знаю. Как будто бы такое себе. Да, у нас появился новый типа арклайт в виде тарантулы, и, может быть, тарантулы плюс арклайты с чардж-шотом это рабочая комбинация. Но, не знаю, надо тестировать, пока сложно сказать. Феникс, юнит, который очень и очень сильно нуждался в бафе, получил баф. К сожалению, это скидка на апгрейд, на воскрешение. Идем дальше. Фабрика, High Explosive Fama, кому не пофиг. Бублик, High Explosive Fama, кому не пофиг. Скорпион, осадный режим! Наконец-то его забафали! К сожалению, это просто плюс 10 разница атаки, и все. Увы. Сэнд Ворм опять бафнули на 20% хп Ларви. Ларва. Проблема Ларвы в том, что она бесполезна. Она не имеет практического применения, а не в том, что у нее мало здоровья. Блин. Ну, короче, изменения на юнитах такое себе, да? То есть, пуля на танках, хорошее изменение. Изменения мельты фарта вулканов интересные. Все. Все остальное как будто бы такое себе. Далее идут изменения айтемов. И вот тут намного все интереснее. Во-первых, Лазер Сайт, который бесил меня пипец. Он перестал давать 35 радиуса атаки, теперь дает просто 20 радиуса атаки. Но его стоимость вернулась на прежнюю стоимость в полтинничек. Импрувит фаер пауэр контроль систем. Это которая тарелочка на 100% атаки. Она теперь дает 70% атаки, но стоит также полтинничек. Амплифайн корр, бедный ежик снова занерфили. Он дает теперь 50% хп и атаки, а не 60, как было раньше. Хэви армор занерфили. Вместо 100% хп он дает 80% хп. Супер хэви армор тоже занерфили. Он дает теперь 150% хп, а не 200. И его стоимость понижена с 300 до 200. Что, ну, хотя бы окей, хотя бы так. Фатоночка. Единственный предмет, который бафнули, это фатоночка. Фатоночка стала бесплатной. И самое топовое изменение из всех. Термос на плюс 200% атаки был удален из игры. Ура, наконец-то. В принципе, все айтемы, кроме фатонки, занерфлены довольно-таки сильно, на самом деле. И это правильно. На мой взгляд, это правильно. Они слишком ломали игру. К сожалению для меня, я не вижу здесь нано-репейеры. Вот модуль на починку как будто бы тоже нуждался в нерфе. Намного сильнее, чем та же тарелка на 100 атаке, например. Я не знаю, почему нано-репейер стоит полтинник до сих пор. Он должен стоить сотню, как по мне. Но ладно, окей. Просто он очень сильный. Он очень сильный в том плане, что если он выпадет в ранней игре. И, например, выпадет хороший фри-юнит, которому очень подходит этот модуль. Придется ставить что-то типа шаров, типа мильты, типа там хакера, что-нибудь такое. Это неприятно. Это очень неприятно. Это ломает темпы и тому подобное. Но, но, как же я рад, что термос удален из игры. Вот этот айтем сильно, сильно ломал вообще всю игру. Он мог вытащить абсолютно мертвые игры просто из-за того, что на поле боя есть рандомный тайфун, рандомный мустанг, рандомные осы. И на них этот модуль на 200% атаки, ну, реально тащил. Тащил буквально в соло. Теперь таких камбэков со дна, с днища даже, не будет. Благодаря этому долбанному айтему. Я супер сильно рад этому. Пожалуйста, не возвращайте его обратно. Не надо, это было ошибкой. Далее. Карточки. Карточки тоже чуть-чуть поменяли. Ассалт, шторм, колер, боже мой. ХП бонус артея с этой карточкой изменили с 250 до 350%. Карточка все еще неиграбельная, так что кому не плевать. Фортифайт хакер. Вот тут интересные изменения. Фортифайт хакер. Это толстый хакер, у которого очень мало радиуса атаки. Ему бафнули атаку на 20%. И, возможно, теперь это даже играбельная карточка. Надо будет посмотреть. Посмотреть. Массовое производство скорпионов. Объективно худшая карточка на массовое производство. Была чуть-чуть бафнута. Она резала атаку и хп скорпан на 30%. Теперь будет резать на 20%. Только все еще неиграбельно. Но спасибо, хотя бы так. Ладно. Дополнительный радиус танкам поменяли. Карточка на которую я очень сильно бомбил. И постоянно ныл, что она уменьшает хп танкам на 30% и добавляет 30 радиуса. И кому какое дело до хп, если до этих танков не добраться вообще никак. Кроме как осадными скорпами, которые мертвы. Теперь эта карточка режет атаку танкам на 20%. Хотя бы так. Хотя бы так. Хотя бы так. Более-менее приемлемо. Так. Штурмовой вулкан теперь бесплатный. Далее. Улучшенный. Улучшенный, ну вообще, Extend Range Marksman. Карточка на радиус снайперам. Теперь также уменьшает хп снайперам на 20%. Зачем? Не знаю. Ну ладно. Далее. Улучшенный Оверлорд. Карточка, которая делала овера дороже на сотню, но давала ему 20 радиуса. Больше не дает ему 20 радиуса. Вместо этого дает ему 5 сплэша. Помойка. Просто мусор. И последнее это, ну почти последнее, это юнит дропы. Тут, конечно, такое себе. Тут, как бы сказать, непонятно, что изменили конкретно, скажем так. То есть, я могу прочитать, а что это значит, непонятно. Ну, первая строчка, например. Занерфленные карточки баджеров и сабертусов. Что это значит? Я не знаю. Занерфленные карточки высокоуровневых фартов, рина, призраков и саберов. Что это значит? Непонятно. Чуть-чуть увеличен supply limit для дропов на раунде 3 и 4. То есть, они типа дороже стали или что? Опять же, непонятно. Что-то поменяли, не то чтобы супер сильно. Может быть, баджеры будут чуть дороже в юнит дропах. Я не знаю. Я не знаю. Непонятно. Далее. Что тут еще? Ну, тут минорные еще изменения есть чуть-чуть. Например, в логе теперь показываются изменения не Combat Power, а ММР в том числе. Так что, ну, круто. Потому что изменения Combat Power это кринж. Кому какое дело до Combat Power? Да, все хотят посмотреть, сколько ММР они слили за день, например. Ну, типа, хорошие изменения. И несколько баг-фиксов. Честно говоря, ни один из этих багов я не встречал. Тут какой-то ишью, что спектаторы не могли писать в чат. Не знаю, что такое за ишью. Еще баг, где мельта неправильно калькулировала урон после того, как получала ЕМП, если на этой мельте был прокачан пяти луч. Тоже никогда не встречал этого бага. И последний баг это то, что когда на черве был айтем на щит, ну, на барьер вокруг себя, то мельта почему-то не била этот щит. Тоже не знаю, что за баг, ни разу его не встречал, но, видимо, был такой. И на этом все, на этом все. Ну, как? По изменениям баланса, на самом деле, вообще ничего не понятно, что будет в мете, что будет сильно, что будет слабо. Понятно, что, во-первых, старт мустангами неиграбелен. Это очевидно из этого патча. Во-вторых, может быть, стоит взять, попробовать связку пяти луч плюс вампирика на мельтах. Может быть, это прикольная связка теперь. Проблема в том, что, ну, не запихать. То есть есть радиус, есть спавн кроли, есть ЕМП и четвертая теха на мельтах, да. Те три технологии на мельтах, они как будто обязательны. Да, их нерфят постоянно, но они все равно как будто обязательны. И вместо чего ставить пяти лучи, либо вампирик, и тут непонятно. Надо посмотреть, надо потестить. Далее форты, бедные форты, боже мой. Что с ними сделали? Барьеры, я даже не знаю. То есть есть ли смысл барьер за 400 качать? Меня жаба душила за 300 качать барьер, а теперь он стоит 400. Может быть, я, в принципе, барьер уберу с фортерсов и что-то другое поставлю. Тем более, есть те же самые мельтинг-поинт, которым ЕМП чуть занерфили, но они все так же дамажут по барьеру. Все так же сильно. Наверное, я уберу реально барьер с фортов. Как будто бы пришло время поставить перезарядку вместо этого. Ну а все остальное, ну такое. Я согласен со всеми изменениями айтемов, на самом деле. Вот со всеми. Может быть, ежик и тарелка на 100 атаки, ну не то, чтобы стоило нерфить, но ладно. Раз уж все занерфили, давай это занерфим тоже. Пофиг. Только вот мана репейера не хватает. Жаль, жаль. Все остальное хорошо. Вот, хайксплодифама, даже с этими бафами, то, что он стал дешевле, что-то он сплэш увеличен. То, что атаку он режет чуть меньше. Где? Ну кто это будет юзать? Кто? Кто это будет юзать? Я не знаю. Точно не я. Вот. Ну вот такой патч. Такой патч. Я не буду прям вот что-то прям говорить. О, вот это будет в мете по-любому. Потому что я не знаю. Тут слишком много изменений. Плюс тарантул, плюс... Плюс тарантул, минус феникс. Поэтому непонятно пока. Вот. На этом все. Увидимся на стримах. Да. Да. Давайте. Будем тестить патч. Все. Пока-пока. ББ. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok